За электричество на улицах Владимира отвечает 28 человек. Столько людей сейчас трудятся в службе наружного освещения МКУ благоустройства. Фронт работ впечатляет. Компания обслуживает 14,5 тысяч фонарей. Общая протяженность сети уличного освещения составляет 429 километров. Андрей Николаевич работает в компании диспетчером. В круглосуточном режиме он принимает жалобы от областного центра. В этом помещении и происходит повсеместное включение фонарей в городе. Сейчас на улицах Владимира свет загорается в 17.10. В это время диспетчер запускает программу и на экране отображается информация в режиме реального времени о состоянии уличного освещения. Каждый прямоугольник на экране конкретная улица в нашем городе. Зеленый цвет фигуры означает, что все фонари на улице работают исправно. Если прямоугольник становится красным цветом, значит есть неисправность. На место незамедлительно уезжает аварийная бригада. Мастера говорят, на центральных улицах удается в кратчайшие сроки ликвидировать аварии. А вот во дворах не всегда. Дворы обычно заставляют машину. Подъехать невозможно. Это самая большая проблема. К слову, сейчас задача МКУ благоустройства не только обеспечивать бесперебойную работу наружного освещения. Компания сейчас активно занимается установкой новых фонарей на улицах города. В приоритете спальные районы. За 9 месяцев этого года предприятие установило во Владимире более 70 опор наружного освещения. Сейчас работа ведется еще на 14 участках. В том числе в ближайшее время светлее станет в Веризиной и на Нижней Дуброве. То есть от перекрестка с Верхней Дуброва и до 25 дома до перекрестка с Фатьяна. Вот этот вот сектор, нечетная сторона, тротуар, который никогда не освещался. Мы сейчас с этим работаем. Сейчас как раз три опоры мы уже поставили, еще две опоры поставили позавчера, пока без фонарей. И мы продолжаем ставить, чтобы полностью этот сектор был закрыт. То есть это участок, который мы отрабатываем сейчас. Еще одно направление работы – полный переход на светодиодные лампы. Сейчас покрытие составляет 80% и в компании уже говорят о существенной экономии. За прошедший год это 40 миллионов рублей. Ирина Шульга, Светлана Барашкова, телеканал «Вариант». Спасибо.